Всем добрый вечер. Мы удостоились новой ступени соединения с народом Израиля и со Всевышним. Мы выпускаем уже пятый номер издания Арарат. Почему это новая ступень? Мы живем в таком странном виртуальном мире и наша вся связь виртуальная. Но выяснилось, что Раф Шерке пишет для этого издания каждые две недели какую-то статью. Несмотря на то, что мы далеки от него, он находится в другой стране, не каждый может ему задать какой-то вопрос. Но каждые две недели он что-то для нас пишет, выражает какие-то свои новые мысли сообразно с течением времени, с меняющейся обстановкой. Таким образом, мы можем быть больше на связи с ним, что нам, собственно, и требуется, как мы узнаем из этого журнала. Сейчас я включу демонстрацию. И мы решили для того, чтобы этот свет больше впитался в тех, для кого он предназначен, немножко это дело еще обсудить, чтобы донести его до большего количества пользователей. Журнал называется Арарат или газета, я не знаю. Арарат означает аббревиатура Эйнра-Рактов. Никакого зла, только добро. Это один из вариантов, наверное, расшифровки. Итак, я перевел для этого. Ну, это не по-простому, слегка по-простому. Это просто гора Арарат, на которой Ковчег был, нет? Если как бы совсем по-простому. Ну, конечно. Ну, это как бы все знают. Ну, я думаю, что это как бы идея была про Арарат, нет? Конечно, но зато шифровка хороша, нет, тебе не нравится. Нет, потрясающе совершенно. Ну, да, а то, может, некоторые не знают про Ковчег и про… Окей, да-да. Я перевел для этого номера статью Рава Шерки, которая называется «Зачем быть Бен-Нохом?» Вроде как бы банальный вопрос, но тем не менее он до сих пор у многих возникает, да, задаются вопросом, вроде мы и так, на иноах, вроде мы и так находимся на связи с Севышними, тем не менее у таких людей, которые так говорят, я чувствую у них какую-то неудовлетворенность и продолжение поиска, и все время я думаю, как бы, что не хватает, да, и как вот именно помочь там всем там частям реальности обеспечить вот эту, собственно, связь, которую человека наполняет радостью, ощущением полноты жизни. И Рав Шерки отвечает, дает ответ на этот вопрос, то есть что Бен-Нох, статус Бен-Нох дает человеку ни много ни мало, а связь двигут с трансцендентным, да, и вопрос, как же его, собственно, достичь, чтобы реально все это прочувствовать. Рав начинает с того, что в человеке, в каждом, да, существует требование встречи с трансцендентным. Ну, у кого-то там оно где-то подспудно спит, а у кого-то оно проявляется. Вот, и дальше выясняется, что далеко не все ощущают, что этой связи можно удостоиться, да, вот, выдающиеся люди из всех народов способны иногда вырываться за пределы этого мира, и там слышит слово Всевышнего. Многие, у кого есть вот это требование к встрече с трансцендентным, они знают, что есть какие-то люди. И второй вариант, опять же, в этой статье есть, что в коллективной памяти народов существуют воспоминания в их мифах, да, что были времена, когда боги ходили по земле. Ну, и в народе Израиля это называется, что обитала шхина, да. И в обоих этих случаях вот это трансцендентное находится где-то вне меня. Либо это какие-то другие люди очень великие, либо это какие-то другие времена. И насколько я общаюсь с людьми, находящимися в духовном поиске, да, и у них всегда вот трансцендентное это где-то либо в прошлом, либо в будущем, либо у каких-то других людей, и как будто люди уже разочаровались в том, что возможно прочувствовать ее здесь и сейчас. А главное как раз прочувствовать ее здесь и сейчас. И несмотря на то, что мы там, каждый из нас там возможно не является тем выдающимся человеком, который способен лично прорвать все небосводы, но как бы система каналов, да, установленная еврейским народом на протяжении поколений, она провела другое в каждый дом, да. Осталось только там соединить несколько элементов, чтобы сообразно своим килим, да, получить вот этот канал и таким образом присоединиться. Извини, Андрей, надо как-то разъяснить слово. Я бы, Андрей, я бы просила слово, я бы сказала слово трансцендентное, меня оно просто уши режет, вот. Но не все же люди это понимают, все-таки это философский термин какой-то. Может быть слово там, ну, Бог, высшее начало, отсоздательное. Нет, 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 нет. Меня просто это, просто не знаю. Это не, 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 не это. Действительно требуется разъяснение, Андрей, вы понимаете. Потому что я уже который раз его слышу, я просто не могу. Ну, здесь есть объяснение простое, да, то, что находится за пределами мира с бесконечным, то, что находится вне человеческого опыта, да, что-то совершенно параллельное, не зависящее там ни от каких там действий и так далее. Ну, это как бы, мне кажется, стоит, может быть, еще добавить, что есть два понятия в отношении именно к божественному. Имманентное и трансцендентное. То есть это не только божественное, но это более общее, ну, не знаю, как сказать, общее понятие. Принципиальное понятие разное. То есть трансцендентное – это то, что находится вне, принципиально вне и как бы непостижимое и недостижимое. И я не в состоянии его не постигнуть, не понять, но, тем не менее, вот у меня есть эта страсть к тому, чтобы понять что-то оттуда, чтобы приблизиться к этому трансценденту. А имманентное – это то, что существует в мире. То есть это тоже божественность в нашем случае. Когда речь идет о божественности, оно существует в мире. Я могу его ощущать. Я могу к нему приблизиться гораздо с большей вероятностью. Увидеть, прочувствовать действия Всевышнего или управление Всевышнего в моей жизни, в жизни народа, в жизни, в истории, например. А трансцендентное – то, что вне. Но, тем не менее, как бы это разные части, хотя это в конечном итоге все одно и то же. Именно к тому, что вне у человека есть стремление и тяга. Это понятно. Я хотела, может быть, если я уже взяла слово, добавить, что есть очень глубокий смысл в том, что мы к этому стремимся, потому что именно вот это недостижимое и непостижимое, то, что находится в ней, придает смысл существованию. Если все наше существование сводится к тому, что вот здесь и сейчас, то оно как бы теряет смысл. Куда я, собственно, бегу, куда я смотрю? Это очень мало. Всегда. Поэтому вот эта трансцендентная, она присуща человеку изначально, я думаю, именно человеку, которого Бог сотворил. Ну да, в этом и суть, что придает смысл всем моим действиям, моей жизни, которые и так происходят, которые я и так делаю, что-то, что находится вне этого. Да, потому что если вне этого ничего не находится, то все бессмысленно, я как бы что-то делаю. Поэтому есть там ощущение какое-то у некоторых людей, что есть что-то за пределами этого мира, и оно как раз дает смысл моему миру. И проблема, соответственно, в том, чтобы как выйти на связь вот с этим самым трансцендентом. Рабин Ахмад сказал, что наша задача вся в этом мире – соединить три дня. Первый день – это день сотворения мира, второй день – дарование Тора. И третий день – это сегодняшний день. То есть это каждый день. Когда был сотворен мир, словом Всевышнего были сотворены преграды, разделяющие Творца и Творение. В день дарования Торы он, собственно, протянул своим словом канал, прорывающий все вот эти преграды, для того, чтобы выйти с человеком на связь. Ну и есть последний день сегодняшний, в котором мы вот сейчас находимся. Завтра там будет опять сегодняшний день. И вопрос в том, как провести канал между днем дарования Торы, потому что сейчас мы находимся в мире скрытия, в мире сотворенном первый день, день сотворения мира, тогда были сотворены преграды. И мы ощущаем себя в изгнании, в преградах Всевышнего, мы не ощущаем. И наша задача – его хоть как-то ощутить. Для этого нужно провести канал между днем дарования Торы и сегодняшним днем, каждым днем, в котором мы находимся. И как раз еврейский народ, собственно, вот это и сделал. С днем дарования Торы каждое поколение еврейского народа проводило трубопровод такой по вселенной, по реальности, по истории. Каждое новое поколение прикручивало какой-то новый кусок трубы, новые разветвления, потому что реальность все время меняется. И, естественно, если мы будем доносить Тору в тех же фразах, которые были сказаны тогда, да, она ни до кого не дойдет. Нужен адаптер, соответственно, к каждому поколению, к каждой идентичности, к каждому человеку, в конце концов. И, соответственно, поэтому сейчас мы должны найти связь здесь и сейчас, через тех евреев, через тех мудрецов, тех раввинов, которые находятся в нашем поколении. Иначе связи не будет. Иначе будет опять, да, что какие-то люди великие, какие-то великие времена, да, я там о них читаю, я мечтаю, что это когда-то придет, но у меня ничего нет. Я, опять же, ощущаю себя в изгнании. Поэтому я должен найти какого-то раввина, который живет в мое время, да, и мне говорит, передает мне слова Всевышнего. То есть, что я, собственно, должен делать. Причем, как выяснилось недавно, да, удивление, что в Торе есть указания не только для евреев, но и для каждого человека, что он должен делать, опять же, чтобы иметь контакт. Вот. Поэтому, например, некоторые говорят там, что мой учитель, там, это, там, Баль Сулам, не знаю, там, Арии, там, или кто-то еще, да. Но тут в таком случае контакта нет. Между ними не хватает нескольких секций трубы. Ну, например, вот есть я, да, есть вот стакан, да, в нем находится наполнение, которое мне надо получить. Чтобы я его получил, нужно два условия. Во-первых, нужен контакт, то есть я должен край вот этого сосуда поднести к своим устам, да, и второй, я должен его поднять. То есть если я не поднял стакан, то из него в меня ничто не выльется. Поэтому я должен найти какой-то близкий себе источник, то есть раввина, который в наши дни там рассказывает, что делать. Во-вторых, я должен ему поверить, то есть его возвеличить. Это то, что сказано в Перке Абота. Асели Харав, то есть делай себе раввина. То есть моя, как бы, работа заключается в том, чтобы после того, как я его выбрал, его, как бы, поднять над собой. То есть когда я понимаю, что он великий, да, что у него есть то наполнение, которое мне требуется, тогда оно автоматически начинает в меня переливаться. Ну вот это тут, собственно, и сказано. Причастность к Богу. Причастность – это двикут. Я перевел как причастность. Это еще один термин, очень сложный для перевода. Кстати, мне очень понравилось это, потому что обычно я не могу найти этому слову хорошего перевода. Причастность – это приверженность, можете, я не знаю. Причастность – это Урава Саврасова. Я такое услышал. Мне тоже понравилось. Но не всегда все равно подходит. Вот и все. Причастность к Богу в наиболее совершенной форме зависит от принятия слова Всевышнего через народ Израиля. Слово Всевышнего прозвучало на горе Синай. И до нас его донес народ Израиля. И, соответственно, мы, если с ним соединяемся, то слышим слово Всевышнего и вступаем с ним в контакт. Что значит слышим слово Всевышнего? Мы понимаем, что я должен делать. И это семь заповедей и все многочисленные их толкования, которые позволяют нам в наибольшем количестве ежедневных действий ощущать вот эту причастность. То есть, например, я ем, я и так ем. Но я узнал, что можно говорить брахот. Я узнал, что Всевышний сотворил Адама, чтобы он ел, сказал ему, от всякого дерева ешь. Я узнал, что сказано, будешь есть и насытишься, и благословишь Господа Бога твоего. И я в свои обычные действия привношу еще к браху. И я через это ощущаю в своих обычных действиях уже контакт со Всевышним. Потому что он сказал, это его шаг навстречу, а я делаю, это мой шаг навстречу. Но опять же, контакт происходит только, если я не сам это выдумал, прочитав в Торе, а если мне сказал живой рабин, живущий в наши дни, знающий обстановку сегодняшнего мира, сегодняшних поколений и так далее. Вот то, что мне кажется важным сказать. Кто-то хочет задать или вам вопросы задать. Андрей, может быть, немножко, если позволит мне, будет немножко итог подвести. То есть смысл у нас в чем? Что если человек, каждый человек, так уж мы устроены, чувствует потребность связи с чем-то высшим, то, что находится вне нас. Ну, мы называем это там Богом, там, не знаю, высшей силой, там, не знаю, духовным каким-то там, чем-то там, высшей духовностью, ну, как угодно. А, значит, ну, поскольку как бы... Я выключил, я выключил, я выключил, нет проблем. А, все, ага. Просто смысл в том, что, ну, а каким образом мы можем соединиться с вот этим вот высшим каким-то началом, или там, ну, как бы, с высшим, наверное, лучше сказать. Вот. Именно есть какой-то канал, должен быть какой-то канал. Ну, есть люди, иногда появляются люди, которые сами могут установить эту связь. Ну, мы называли их пророками обычно, или какими-то там, не знаю, там, как их можно еще назвать. Но такой более традиционный способ для обычных людей, это вот надо найти именно, именно, сказать, установить связь с еврейским народом, поскольку это те люди, которые, через которых Бог обращался ко всему человечеству, скажем так. Потому что, ну, тут может возникнуть вопрос, а почему именно там, что такое Бненок? Ну, тот же иудаизм, иудейская традиция. А почему именно эта традиция, ведь есть другие там какие-то религиозные традиции? Ну, потому что вот это еврейский народ, с которым общался Всевышний. То есть, если ты хочешь быть в связи со Всевышним, ты должен общаться с теми людьми, с которыми, через которых Бог обращался к людям. Ну, вот, примерно так, я бы сказала. Но, тем не менее, есть некоторая напряженность здесь, потому что, в принципе, идея такая, что каждый человек теоретически должен в каком-то, может быть, не сейчас, не здесь, но в идеале установить личную связь с Богом. Так или иначе, продвинуться к этому постижению. То есть, идея посредничества, на самом деле, в удаистме, она довольно проблематична. То есть, надо понимать, что и раб, и даже садей в хасидизме в основном, это не посредник все же, а учитель или наставник или что-то в этом роде. Он никак не может все равно никогда быть посредником. Он за тебя не решит твои проблемы. То есть, конечно, иногда в садике давали хорошие советы, потому что они мудрые, потому что у них какое-то более продвинутое видение было. Тем не менее, решение всегда стоит за человеком. Это там в многих хозяйских притчах тоже видно. Речь не об этом, не вам простите, речь не о том, что там кто-то заменяет для меня мое личное общение с Богом, а нужно найти тех людей, того человека, который мне расскажет вообще, кто такой Бог, а к тому я обращаюсь. Конечно, я просто хотела подчеркнуть. Я могу придти к нему, и он за меня попросит, или за меня что-то там сделает, а мне надо не молиться, ничего такого. Нет, это понятно, что никто не заменяет. как будто... Я просто хотела это подчеркнуть, потому что на самом деле это совсем не так очевидно, что у нас есть склонность к тому, чтобы кто-то за меня что-то сделал. И в иудаизме это есть, люди приходят к крову с надеждой, что он решит их проблемы вместо них, например. Это нормально, да? Это каждый хочет на кого-то свалить. Я очень как бы понимаю это желание, когда у человека много проблем, ему хочется, чтобы кто-то за него помолился, например. Ну да, это можно. Или чтобы кто-то решил их, или психолог, или доктор, или раб, или учитель, или... Понятно, да? Поэтому ничего негативного в принципе в этом нет. Но это только одна сторона дела, а вторая все-таки в том, что... Поэтому я хотела просто подчеркнуть, я не возражаю, но, конечно, я согласна со всем, что сказал Андрей, и я вообще считаю, что неуважение к раввинам это очень пагубное свойство некоторых учителей, которые встречаются иногда на русской улице или не только на русской. Это вследствие того, что слишком сильно подчеркивается личная ответственность и личная связь, может быть, но в конечном итоге так ты теряешь связь с традицией, с правильным пониманием тары. Так что есть такое напряжение или так называть равновесие? равновесие? Еще, мне кажется, у многих проблема в том, что они ждут какого-то невероятно сильного ощущения духовного. духовного духовного так же, как мы ощущаем этот мир. То, что сказано, когда боги ходили по земле. И вот это как раз смешает, потому что нужно осознавать, что речь идет о том, чтобы донести до каждого человека, каким бы он ни был. И, соответственно, там есть некий канал, который мне передает вот этот свет именно в том наполнении, которое я способен воспринять. То есть, если у меня будет желание какого-то невероятно ощутимого встречи с духовным, то, соответственно, достоин я на самом деле небольшого, то я буду во весь вот этот сосуд ощущать нехватку, что у меня вот этого нет. А если я опять же как бы принижу себя, что вот это то небольшое, чего я достоин, то я в меру вот этого сосуда буду ощущать полноту. Вот это вот собственно и происходит в еврейском народе, что вот этот там огромный канал, он разветвляется на как можно большое количество, небольшое, для того, чтобы дошло именно до каждого человека в меру его желаний, в меру его потребностей и возможностей. не знаю, я рассказал, вопросов нет. там было еще про Маше, это не так кажется важно, но про что? А, про Маше. Андрей, может, имеет смысл все-таки открыть статью, чтобы люди посмотрели там, а то, может быть, мы что-то упустим в этот момент. Нет? Нет, можно ее прочитать, я просто предполагал, что все прочитали и о ней поговорить, то есть рассказать там, какие я сделал выводы и так далее. Понятно, да. Ты поставь, чтобы было видно, пролистай, чтобы был виден текст. Ну, если уж мы в этот раз решили не ставить, просто я думаю, что можно не ставить, но может быть, можно в следующий раз прочесть текст и по тексту высказывать свои соображения, чтобы было понятно, на чем они основываются. Например, эта идея, которая там есть, чем заканчивается процесс вопросов. Человек ставит вопросы Всевышнему и получает на них ответ. Во-первых, там интересная такая есть идея, что сам вопрос создает вот это самое пространство, инструмент, келим, то, что Андрей говорил, расширяет его душу и дает возможность получить ответ. Если ты не спрашиваешь, то ты этого ответа не получаешь. Тем не менее, после этого возникает следующий вопрос. Так описывает Рав принцип постижения человека как в отношении Моисея, который был пророком, его постижение было намного выше, чем постижение наше, но я думаю, это относится к каждому человеку и вообще к человечеству, который создает в состоянии задавать вопросы и там Рав говорит о том, спрашивает, чем же заканчивается, ответом или вопросом. Оказывается, это очень принципиальная вещь. Вот этот процесс задавания вопросов получает человек в конечном итоге ответ или не получает. И из контекста, из тавания описания получается, что остается всегда вопрос. То есть конечное пристижение, оно как бы никогда не достигается. И это с одной стороны, как Рав говорят, разочаровывает, потому что я до конца всего не пойму. Ой, как обидно. А с другой стороны, это грандиозно, потому что это показано то, что система открыта, что у нее нет пределов. Она бесконечно, совершенно, ты можешь к ней продвигаться. и он это сравнивает с философией Спиноса, которая закрыта, которая бог равен природе, упрощенно говоря, и в которой все здесь. Нет этого трансцендентного, который я всегда ощущаю себя как бы в себе, как бы я далеко не продвинулся, чтобы я такого не узнал. Да? Да, тут важный момент, что, да, поскольку там бог бесконечен и приближение к нему бесконечно, да, и еще тут важно, что бог личности и человек личность, а личность, она там всегда меняется, как-то двигается, и поэтому контакт между ними, он тоже ничем не ограничен. И как раз поэтому важно, опять же, там, и Раф Шерке об этом часто повторяет, получать Тору от живого человека, да, потому что человек там прошлых поколений, он все, что он сказал, он уже сказал, да, оно ограничено, все слова записаны и так далее. А человек, с которым ты ведешь диалог, практически ты соединяешься с бесконечностью. Как сказать, лицо человека это конец линии, протянутой из бесконечности. Вот так вот. Это классно, да. И вообще, поэтому, возможно, так важно, вот изучение совместное калдаизм и передается значение хибрута, потому что оно как бы, кто бы ни был, с кем ты вместе учишься, это вот соединение двух бесконечностей происходит при этом. Естественно, что оно очень сильно поднимает. Поэтому важно, что мы, на самом деле, я очень ценю, что мы учимся вместе и пытаемся что-то понять вместе. Это всегда мне что-то очень много добавляет понимание вопросов, замечаний. Ну, во всех случаях, лично мне, да, не знаю, как другим. Раф еще повторяет такую цитату часто на своих уроках. «Омер давар бешем умром усы улам минагалут». То есть есть слова, которые сказал какой-то мудрец в прошлом. Эти слова, они как-то написаны где-то и так далее. И они находятся подобно тем словам, которым сотворен мир. Они как бы статичны. Но если кто-то передает его слова, то он уже, эти слова, они уже звучат. Они звучат в настоящем, да, ну и опять же написано у мудрецов, что когда кто-то повторяет слова мудрецов Талмуда, их там уста шевелятся в могиле и так далее. То, что двигает устами спящих. И таким образом, когда мы произносим слова тех мудрецов, которые были в прошлом, мы те слова, которыми сотворен мир, то есть слова, которыми установлено скрытие, мы переводим статус слов, которыми была дарована Тора, то есть которые прорывают вот эти скрытия, которые скрыли от нас Творца. И все вот это приводит к тому, что мы выводим мир из Галута, который как раз сотворен в первый день. Да, я просто чисто добавить, я когда слышу от одного Равина своего, это очень часто в Талмуде длинные цепочки. Равшешев сказал, Рава сказал, длинные цепочки для того, чтобы передать какое-то высказание. Что нельзя сказать, передали от Рави Акива. Вот слова Рави Акива. Такое тоже есть. Я вижу просто вот это вот, Чертанова. Я говорю, вы что здесь делаете? Вика, мы тебя слышим. Ой, извините, пожалуйста, извините, господи, у нас тут непонятные люди ходят. Извините. Слушай, у меня микрофон включен. Сейчас я... Ой, я... Вот. И Рав говорит, зачем нужны такие цепочки? Потому что, в общем-то, это не всегда так. Иногда передают слово Рави Акива в Гемаррии. Ну, понятно, что кто-то не прямо из его записной книжки это взяли, а кто-то его передал, но неизвестно кто. Ну, наверное, это аутентичная передача слова Рави Акива. А когда длинная-длинная цепочка, это не значит, что не аутентично. Они правильно передают то, что сказано, но в середине человек приспосабливает эту мысль к реальности или терминологии или представлениям. Есть некоторый перевод, переосмысление в дороге. Поэтому, когда вот именно то, что ты говоришь, когда кто-то передает чужую мысль, он всегда ее пропускает через себя, ее адаптирует к реальности, к современности, к теме, о которой идет речь, например. Поэтому да. Там еще интересная мысль идет о том, что партнерство Бога и человека, то есть в чем еще смысл, так сказать, движем самого этого явления, сказать бы, на инох, то, что каждый человек, не только еврейский народ, но и любой человек из любого народа может каким-то образом участвовать в сотворении мира, а в неком исправлении мира, в улучшении В сотворении мира, да, тем, что он его доводит и совершенствует. То есть мир как бы специально был создан неоконченным, недоделанным. И вот Всевышний хочет, чтобы люди в этом участвовали на своем уровне. Кто-то там еврейский народ и остальные народы по своим возможностям на своем уровне. И вот это вот о том, что сейчас сказали Нехам и Андрей, то, что как бы ценность окончательного ответа на вопросы не дается. Человек получает ответ, но он как бы поднимается на какую-то высоту и видит, что следом дальше идет какая-то еще большая высота, большая высота и так далее. Вот ты справился с простой задачкой, тебе дали слово. Это не кончается. Это развитие, оно идет бесконечно. я хочу сказать. Это называется Яков Лешевед Шарба. Яков думал, что он сейчас в конце своей жизни, столько он странствовал, столько он бедствовал, столько у него было сложностей. И в конец жизни он хотел наконец-то посидеть спокойно. И вот разразил вся история с продажей Усеева с переездом в Егип и все дела. То есть это никогда не удается достичь спокойствия. А если человеку удается достичь спокойствия, это подозрительно, это проблемно. Это значит, что он остановился. Царик Гамур, как говорят, законченный праведник. То есть праведник, с которым уже все закончено. Это плохо делать. Поэтому вы правы совершенно, что вот это продвижение, именно оно является частью моего партнерства с Богом. Но для этого как бы это последняя целевая направленность того, для чего становится бедно. Я думаю, потому что Тара Израиля предоставляет вам такую возможность и больше того налагает на вас ответственность. Да, Вика. А, да. Да, я что-то. И я хотела сказать, что в любом случае это будет позитивным. В любом случае это будет позитивным развитием. В любом случае это будет развитием вверх. Вот сколько я этим наблюдаю, все это, это все равно идет вверх. Это все равно совершенствуется. Да, к несчастью, от тех ошибок, которые сделали наши проводцы, там и пророки и так далее. Мы их исправляем. Да, как можем. Да, потихонечку, но мы участвуем, и это чувствуется. Ну, только я хотела сказать, Виктория, не обязательно ошибки. Ошибки мы тоже исправляем. Мы стараемся. Но кроме того, весь мир изначально был сделан несовершенным, чтобы мы его улучшили. Вот я и говорю, что в этом на жизненный путь мягко. Главное взять и исправить ошибки свои. Спокойно, без нервов, без крика, без шума, без агрессии. Просто взять и исправить. Изменить на позитив. Главное, чтобы спокойствие было от этого, ну, как бы и здоровье хорошее, и позитивно надо смотреть на мир. В любом случае. То есть ошибки нам, получается, дают возможность еще большего продвижения, то есть возвращения. Ну да. Кстати, у нас было в уроках по отшува, по-моему, говорилось о том, что есть какая-то возможность ретроспективного исправления ошибок, если я правильно поняла. Да, именно урока. Если человек раскаивается, то есть какая-то возможность повлиять на свое прошлое, то есть он всевышний делает так, что эти ошибки, которые... Я извиняюсь, Аня, Аня, я извиняюсь, но тут дело не в раскаянии, от себя хочу подчеркнуть, что дело не в раскаянии, а дело в другом взгляде на вещи. да, это было негативно, но это может дать то-то, то-то, то-то. Этот человек работает как творец своего мира. То есть, если вы видите что-то негативное, немедленно начинайте это рассматривать как позитивное, что это может вам дать, какие плюсы вам это дает. И таким образом начало от швы, мне кажется, происходит. Само собой, об этом и речь о том, что человек по-другому смотрит на свое прошлое и извлекает какие-то уроки оттуда, что я там был неправ, но тем не менее что-то там я мог, отсюда можно извлечь то-то, то-то там. Ну, можно пойти дальше, можно сказать, какой я молодец. Вроде бы поступил не очень, а оказывается был прав. Бог меня любит, я правильно все делаю. Не, ну это смотря что, если я там кого-то там обидел, накричал, оскорбил, там не знаю, что-то такое, ну это уж вряд ли можно сказать, что я был прав, что я там. Не всегда, иногда человек бывает неправ. При этом другой... Раскаяние необходимое, если он раскаялся, понял, что это ему навредило, навредил всему миру, что он шел куда-то туда, был кем-то не тем, и вот он раскаялся, когда он посмотрел на все это с другой точки зрения, прошлое мы уже не можем изменить. То, что плохо сделано, нам плохо сделано. Это уже дело Бога привести все, как нам рассказывал Натан Котлеров, привести все к правильному завершению, чтобы все, что было сделано, оно в конечном итоге было к добру. А я могу подняться, когда я, как вы говорите, изменю взгляд, пойму, что мне на самом деле нужно по жизни, куда я должен двигаться. В общем, как бы правильнее реализовать себя. Дело в том, что вот Рафа Иона вот говорил, главное задаться правильной целью. В чем цель? Цель в диалоге, в диалоге с Богом. Цель в том, чтобы видеть облегчение мирского, то есть как оно складывается независимо от себя. Важно наслаждение вот этим моментом, когда детальки пазла совпадают. И тогда это все пойдет в позитив. Далее Чува пойдет легко. Ладно. Да, будем надеяться. Но это воспользуемся случаем пригласить всех на урок Натана Котлера по Роте Чува, по книге Рава Кука. Это действительно очень интересно. Да, я очень хотела бы, потому что сейчас мы подошли к концу, я там затерялась, мне даже сказать нечего, потому что там, ну вот в конце, у меня, кстати, не хама, есть подозрение, что нужно читать абзац и возвращаться к тому, что писал Рав Кук. Там что-то похоже на то, что надо разобрать, но это не суть. Ну вот Рав Кук это идеальная, идеальная точка зрения для людей, которые находятся в Галуте. Он прекрасно рассказывает, как верить по-настоящему, как сделать негативное позитивным. Это удивительная книга, честное слово. Это правда. Ладно. Мы хотим еще что-то сказать про эту статью. По-моему, мы несколько точек важных очень разобрали. И на этом можно остановиться, если больше нет вопросов или замечаний. Ну, если нет вопросов или замечаний, тогда, наверное, да. Окей, тогда мы на этом заканчиваем. Спасибо всем. В следующий раз будем шестой номер обсуждать, как вы считаете? Да. А нет, в следующий раз у нас статья, может быть, будет. Статья Рава Шеркина следующая по Береши. По Береши, да. Окей. Я от себя, извини, Натан, я от себя хочу сказать, что там, в принципе, оспаривать-то нечего. Можно только расширить взгляд Рава Шеркина. То есть там как бы... Нет, оспаривать нечего, но у нас многие вещи, они совсем... Рав Шерки очень лаконично и коротко дает какие-то темы. Иногда очень важно понять их более широко, что такое трансцендентность, почему человек его привлекает, таким образом народ Израиля может помочь другим народам и так далее. Трансцендентность. Это к Фаерману. Почему к Фаерману? Вы, может быть, позже слышали, мы это объясняли. Как раз Анна спросила. Не, но он тоже подробно объясняет эту вещь. Ну, это вещь общая, ее многие объясняют. Это понятно. Просто мы с этим думали, что она у всех одна и та же. Одна и та же. Здесь конфликтов нет. Здесь одинаково разными словами, но суть одна. Ну, не знаю. Возможно. Ладно. Поэтому мы сегодня расстаемся. Спасибо большое, Андрей. Замечательно. Мне кажется, ваша приседшая. Замечательно. Отлично. Я думаю, что 8 часов Мейер Левена. Всем всего хорошего. Окей. Всем счастливого. Увидимся через неделю. Пока. Пока.